Полное исцеление! Во имя Иисуса! Исцелены глаза! У кого-то исцелен позвоночник сейчас! У кого-то сейчас исцелена правая пятка! У кого-то сейчас исцелены женские органы! У кого-то есть проблема с почкой! Бог касается и исцеляет тебя прямо сейчас! Здесь есть какая-то женщина, у нее проблема с грудью! Я не знаю, что это такое, но Бог исцеляет вас прямо сейчас! Есть какой-то человек, у него постоянно простужается ухо как-то! Сила Божья! Мы провозглашаем исцеление сейчас! Во имя Иисуса! Принимайте свое исцеление! Если у вас проблема со спиной! Начинайте делать то, что вы не могли делать! Божья сила на этом месте сейчас! Боже, Бог не изменяется! Это не мы исцеляем людей! Это Бог исцеляет людей! Мы почитаем Сына Божия! А Дух Святой почитает нас! Принимайте свое исцеление! Во имя Иисуса! На протяжении всего этого времени! Пока вы будете сидеть здесь! Исцеление будет набирать силу! Послушайте! Исцеление будет набирать силу! Кто-то сюда пришел в хроническую болезнь! Ты уже много раз обращался к врачам! Они не смогли тебе помочь! Бог говорит, что в течение трех дней ты будешь полностью исцелён! Полностью исцелён! Мы связываем всякие болезни и немощи! И провозглашаем исцеление! Так же, если есть какая-то раковая опухоль! Я уже видел множество исцеления от рака! Я провозглашаю исцеление на твою жизнь! Во имя Иисуса! Прими исцеление! Не бойся, ты не умрешь! Ты будешь жить! И возвещать дела Господня! Во имя Иисуса! И весь народ Божий скажет! Амэн! Поздайте славу Господу! Аллилуйя! Аллилуйя! Амэн! Амэн! Спасибо вам! Пусть Бог благословит вас! Аллилуйя! Амэн! Присаживайтесь, дорогие братья и сестры! Дарья, братья, мася слудзу, сейджетесь! Пастыри Неса, она говорит, что я ее уже родной брат. Меня здесь все знают, не надо меня представлять. Мася и не сестра, как я сестра, я сестра, что я сестра, что я сестра, что я сестра. Ну так, на всякий случай, меня зовут Орен. Катрам годинам, маня зовут Орен. Я из небольшого города, который называется Иерусалим. Это небольшой город с великой целью и назначением. И это небольшой пилсей, это небольшой пилсей, это небольшой пилсей и большая пилсей. Как всегда моя сестра, Сара, возит нас. Как всегда моя сестра, Сара, вода мус. У нее теперь права на грузовика, она возит нас еще быстрее. Моя сестра, что мне это, который в грузовике сзади лежит. Моя так неизбежит, что мы не сестра. Нет, я шучу, конечно. Хорошо, я привез вам живого еврея. Я вам сестра, живого еврея. И его можно потом потрогать. И он еще, который верит в Иисуса Христа. Таких немного на земле живых евреев, которые верят в Иисуса. Но Библия говорит, что весь Израиль спасется. Я его пригласил в эту поездку или он меня, я уже не пойму. Он Божий человек. Божий пророк. Деву проветис. Просто человек. Венкарши человек. И мой друг. И мой друг. Давайте сейчас его встретим. Олег Хазин. Добро пожаловать. Олег Хазин. Лайпим лудзам. Аллилуйя. Спасибо. Вам рад быть у вас холодно. Я не могу снять. Пей-юмс сирта по вас, тапец я кафаликш. Я не знаю, вот брат стоит такой весь раздетый. Не заболей, смотри, случайно. Жарко, жарко. А мне холодно. Но мы из теплых мест. Мы сносят селтым землем. Сейчас в Израиле плюс 15. Израиле, а таки плюс 15. А через две недели будет плюс 30. А у вас здесь три градуса. У нас здесь три градуса. И мы дрожим здесь. У нас дребули. Друзья, я вообще рад быть здесь. Спасибо, пастер Орен. Спасибо, пастер Инесса. Пагодинанс бут шеи. Поздравляем. Спасибо, мацитая Орен. Спасибо, брат. Спасибо, да и есть сегодня. Спасибо каждому из вас. Поздравляем. Спасибо, да и у вас. Сейчас я скажу вам, какое. Ты лид патеешь, кур. Евангелие от Матфея, 4 глава. Матфея, Евангелия, 4 глава. 18. Я хочу, чтобы вы настроили свои сердца и увидели некий сюжет. Я хочу, чтобы вы настроили свои сердца и увидели некий сюжет. Чтобы мы посмотрели неким взглядом на апостола Петра. Лай мес паскатаме с арктузавадаку скатейшему у апостола Петри. Петра предстоит перед нами как настоящий израилитянин. Петра, мусья прежде, как израилец. Если вы никогда не были в Израиле, не знаете, кто к израилитянин. Я не знаю, что израилитянин не знают, кто к израилитянин. Израилитянин очень горячий народ. Те есть очень горячие народы. Восточные народы. Австриума тавута. Часто говорят, прежде чем думают. Безже runа, первые они думают. Когда уже думают, тогда уже не говорят. Безже, когда они думают, тогда они верно не знают. Темпераментные. Темпераментные. Особенные. Ипаши. Не знаю, много анекдотов ходят про евреев. Правда? Я думаю, что вы так медленные. Что вы понимаете туго, долго. И про евреев ходят очень много. Я думаю, что в каждом таком сюжете есть какая-то доля правды. И, если бы Петер был среди нас у членом церкви. Я, Петерис бут мусу виду драуды слосаклс. Наверное, его бы поставили на замечание. Лайкому, они бут, ну, явярующие. Ему бы тяжело было с пастером. Сенесой. Виним бут грути ар мацитая. С пастером Орена. Ар мацитая Орена, Аринеса. Са мною, с любым другим пастером. Потому что Петер, ему было плохо. У него была чистая сердца. У него были обычные мотивы. У него не мог играть в двойные игры. У него не мог быть таким, знаете, ну, изкаженным христианином. Который может угождать этим. Который может угождать тем. Часто, когда Иисус говорил какие-то вещи. Петер мог вставить свои пять копейки. Это не латышская шутка. Сразу видно, что он выраз здесь. Вам вообще нужен перевод. Нужен перевод. Нужен перевод. Да? Нужен перевод. Да? Самое интересное у Петра. Пац интересное, как это за Петери. Апостоли идут за Иисусом. Апостоли секо Езу. Ну, тогда они сами не понимали, что они апостоли. Ну, тогда они не сомнят, не зная, что они апостоли. Они просто были группы людей. Они венкаршу были группы. Которые ходили вместе со своим учителем. Которые, которые стыгали копы с своими учителем. Тогда было очень распространено явление. Тогда была очень распространено явление. Когда известные учители набирали себе учеников. Когда знали, что учителем учителем, они завосятся с мацией. Много было странствующих проповедников. Рабины практически, они все были странствующие. Рабины, они все были, ну, так как, клеюющие. Они делали пеши путешествия по городам Израиля, апостоли синагоги. Они стыгали по Израилам, апостоли синагоги. Наставляли пасту, наставляли народу. Когда не было интернета. Не было информации. Не было телевизоров. Не было радио. Не было пресса. Не было журналистов. Журналистов не было. Не было ничего. Бил человек. Бил человек. Били уст. Били мута. Била слова. Били варц. Человек ходил. И он доносил слова. У них аизнется шоу варду. Рабины назначались по областям. У рабинус значение по областям. По тям областям, где они могли охватить определенное количество людей. У по тадям обгабалям, которые они могли оптверт, кaut-каку, зинам, человеку скайту. Когда апостол Павел. Когда апостол Павел. Назначает пастерей в церкви. Когда он назначает епископов. Он назначает бископов. Он назначает руководители общин. Он не отталкивается от сюжета католической церкви. Он отталкивается от тех принципов, которые он знал в синагоге. От тех принципов, которые он видел служение своего народа. Которые видят свою ступу скалпошу. Поэтому ничего не было нового. Ничего нового он не придумывал. Он назначал рабинов. Он верующих в Ишуа, которые ходили. Которые стаигали. Так же по городам. Та пат. По пилосе. И насталляли свою пасту. У своя драуза мачали. В Диане апостолов. Апостоли дарбос. Мои видим некий сюжет. Мои редзам Аину. Там написано. Апостол Петер в то время. Апостоли Петерс тая лаика. Апостоли града Юдей. Апостоли града Юдей. Апостоли Юдей пилосе. Учая наставляя. Макот. И назидая церкви. Целот драуз. И он пришел в Лиду. У них отнага у Лиду. Что сегодня обозначает город Лот. В Израиле. Кас шоден ер пилосета Лот. Да. И там был человек. Который был очень болен. Курш был очень болен. И после его исцеления. У петь его дзидинавшин. Многие люди получили рождение свыше. Далее церкви. Это была обычная практика рабинов. Это была обычная рабину пракса. Это была обычная практика потом апостолов. Та была обычная практика. Ничего не было придумано. Некас не только издоматься. Никто не выдумывал, не создавал новые принципы ведения. Они отталкивались от старых вещей. Которые были положены в их народе. Которые были положены в их народе. На протяжении столетии. И когда Петер ходил с Иисусом. Когда Петер стаигаи ар Еезу. Он понимал. Он понимал. Что Иисус это не обычный рабин. Которые не были обычные рабины. Потому что никто из рабинов. Не один из рабинов. Во-первых, не говорил то, что говорил Господь. Нете то, что говорил Господь. И не делал то, что делал Господь. У недарил то, что делал Господь. Самое интересное. Что не один рабин. Не бросал вызов. Религиозной системе. Которая являлась так же и политической системой. Потому что на то время. Не было политики. И религии. Религиозная элита. Это была и политическая элита. Синедрион это был. Религиозный суд. И это был парламент. В котором находилась. Политическая жизнь. Когда Иисус верстся к фаризеям и он говорил, не будь как грабы окрашены. Это означало то же самое, что если бы я сегодня верстся к президенту своей страны или к министрам или к политикам и сказал, хватит быть лицемерами. Не будь, как грабы окрашены. Это вызвола дизананса. Это вносила дизананса в общество. Иисус отличался от рабинов, потому что рабины поддерживали изкашенную политику отношений. Иисус, он не поддерживал это. Рабины, они имели свой интерес. Свою позицию. Свою денежную перспективу. Свою финансирование. Иисус не зависел от них. Отец снабжал его. Теябряч. Поэтому он свободно мог говорить истину. И когда мы думаем, что апостолы это были просто люди. Те были венгарши и они были такие несчастные. И они были такие одиноки. И они были такие депрессивные. Никто бы из этих людей не пошел бы за Иисусом. Несакоти Езам. Потому что ходят с Иисусом, ты подвергался каждой дневной опасности. Когда Иисус шел спать, а ты шел домой, тебя могли убить по дороге. Только из-за того, что ты был с этим рабином. Я представлю Петра, который смотрел на все это, до встречи с Иисусом. Он смотрел на эту жизнь. Он смотрел на это общество. Он смотрел на эту religиозную элиту. На людей, которые заправляют religиозную жизнь. Днем они говорят правильные слова. А ночью они делают страшные грехи. И когда Петра плавал на своей лотке. И лавил свою рыбу. На протяжении всего 40 лет. Потому что римислов в то время, римислов профессия в то время, она приобреталась из семейного дерева. Не было ни одного человека, который был бы без римисла. Каждый семья несла определенный вид римисла. Катрой диме несет лидз кaut-каку Петра был потомственным рыбаком. Петра был звенец. И когда он уходил в плавание, он мучился, и он страдал, и гнев пастигал его. Он смотрел на все, что происходит. На рим, на религиозные правления, на религиозные правления, на религиозные священники, на пристару лекулей, и в неугомонности своего сердца. Он взвал к невидимому Богу. Господь! Господь! Пас до каких времен это будет? Лидц курам, лаи цигилги, это будет? Будет хоть один человек на земле, который будет говорить правду, потому что рабины не могут говорить правду, священники не могут говорить правду, политики не могут говорить правду, кто-нибудь скажет, что-то. Я не могу жить в этом лицемерии. Я не могу жить в этой грязи. В этой политике. Я не могу жить в этом сне. Не могу жить в этом сне. Будет хоть один. Бус, бус viens. Где пророки? Кур и религи. Где Еремия? Где Езеки? Где Исаия? Где Илья? Кур и Элия? Петр плавал своя лодка. Петер спелдей сава лаива. На протяжении сорока лет. 40 гаду гарума. Саваев к невидимому Богу. Саваев к невидимому Богу. Я житаю, что когда-нибудь. У церва, что когда-нибудь. Пајавится хоть кто-то. Парадиси кај. И когда он открывал свою усту. У когда он отвер саву лупу. И пытался объяснить своим знакомым и друзьям. У петер. Петер сава изскайдрот савием драугем. Что нельзя так жить. Ка не вар тази зиву. И мы должны что-то менять. У нас кајмайна. То люди говорили ему. Петер. Кто ты такой? Кас ты ес? Что ты можешь изменить? Ко ты можешь изменить? Ты всего лишь рыбак. Ты ешь венкарши звейникс. Если ты не будешь ловить рыбу. Ты умрёшь с голода. Поэтому сиди тихо. Не лезь никуда. Это не твоё рыбачье рыбье дело. Говорят собачье. А мы говорим рыбье. Та не та у тази зиву даришина. Петер мучился. Его совести не могла согласиться с тем, что происходит. Писание говорит нам один удивительный стих. В Евангелии от Матфея. Матэя Евангелия. Четвертая глава 18 стих. 18. панс. Прохотежи близ моря Галилейскова. Он увидел двух братьев. Он это Иисус. Винча, он стаигадамс по Галилейскому журе Езус ираудзея диви братьев. Симона, называемого Петром. Симона, сауги Петери. И Андрея брата его. Андрея виņа брали. Закидывающих сети в море. Тикли журай изметал. Ибо они были рыбаловы. Петер слышал, что где-то в Израиле ходит человек, за которым охотятся другие люди. Одни ненавидят его. Другие любят его. Некоторые хотят его убить. Другие же говорят, что он месиа. Петер слышал, он где-то есть. Ну, кто такой, я? Чтобы он пришел ко мне. Потому что я рыбак. Мои отец был рыбак. Мои дед был рыбак. Мои прадед был рыбак. Мои ничем не можем. Мои не можем. Но где-то он есть. Он ходит где-то там. И может быть, когда-нибудь. Может быть не я. Может быть мои дети. Они смогут познакомиться с ним. И даже если есть такой человек. Я не верю, что он может что-то изменить. Но вот. Пришло время. Иисус. Иисус. Стегая в лаку с гаром. Друзья мои, мы не можем понять, почему мы рождаемся свыше. Потому что Господь видит что-то в нас. Он знает, что-то, из чего мы состоим. Он знает, где нас найти. И он знает, что сделать из нас. И Петер сидел в своей лодке. И вдруг он увидел его. Он оставил все, и он побежал туда. Он говорит, что-то, потому что Иисус, он знает, что-то, потому что-то, он говорит, что-то, Петер, с моим братом, который назвал Андрея, и Иисус, из всей леди, и видел этих двух людей, и он сказал им, Идите за мной! Петер, который месяцами думал о том, как изменить свою жизнь. И неужели вся жизнь пройдет в том, чтобы ловить эту мокру, вонючу рыбу. Неужели вся моя жизнь будет в том, чтобы продавать рыбу? И ты знаешь, в каком окружении ты находишься, когда ты занимаешься рынком. Ты работаешь с варами, с обманщиками. Они берут твой товар, и они могут не платить тебе деньги. И ты должен потом ходить за ними, чтобы они сделали то, что ты хочешь. Петер живет в этом ужасе. Петер живет в шоке, но вдруг Иисус, которого он слышал, что он бросает вызов священникам, что его хотели сбросить с горой, что стадо свиней у пала с обрыва, но газаз на кроу. А это было рядом с его местом, где он рыбачил. И он слышал, что исцелаются больные. И он слышал, что исцелаются больные. Но где-то в душе, он хотел быть таким же. Он хотел быть таким же радикальным. Он хотел быть таким же свежим. Он хотел быть таким же острым. Как был Иисус. И вдруг Иисус. Увидел его. И он сказал ему, иди сюда. Иди из этого места. Изейношись. Иди из этой толпы. Изейношись. И они тотчас оставили свои сети и последовали за ним. Когда мы читаем это, когда мы читаем это, в своем сонном сознании, мы не можем осознать, что мы думаем, что Петер живет как нормальный человек. И Тот Иисус. И ты, Иисус. Иди сюда. И он забрасывает. И он забрасывает. Как зомби. Как зомби. Друзья мои нет. Нее, драуги. Совсем нет. Пависам нет. Потому что Петер. Ё, Петерс. В отличие от многих других. Ну, отщитривая на душе. Его невозможно было зомбировать. Он был честным. Он был честным. Он был честным. Может быть честным правильным. И когда Иисус. И когда Иисус. Допускал какие-то непонятные вещи. И когда все ученики. Выбирали для себя молчать. Извелаясь клушать. Петер продолжал говорить. Петерс турпинай рунать. О Господи. О Кунгс. Может быть ты не пойдешь в Иерусалим. Потому что я всю жизнь ловил рыбу. Я всю жизнь тяжело работал. И вот сейчас. Я вижу, что у меня есть цель в моей жизни. Я вижу, что впервые за много лет мы делаем правильные вещи. Я увидел, кто я есть. И сейчас на пике нашей карьеры. На самом гребне нашего служения. Ты хочешь ити умирать. Это не входят в наши планы. Это не входят в наши планы. Извини, пожалуйста. Это никак не входят в наш сюжет. Это не входят в наш сюжет. Мы только начали. Мы только начали свое помазанное служение. Мы можем поднять невероятные финансы. Мы можем поднять невероятные финансы. И Уда замечательный бухгалтер. Мы можем прикрепить тигач к его сейфу. Вот как он салтижон. Потому что люди жертвуют нам деньги. Мы сможем построить величайшую синагогу. Каждое утро ты будешь исцелять нам больных. Мы будем известны на весь мир. Радио, телевизи, газеты будут приходить к нам. Все люди сейфу синагогу будут стикаться к нам. Виси пей мумс. Петер был классический христианин в нашем современном. Петерис был мусьден изпрятнек классический христианин. И сейчас. На пике про цветание успеха. Когда бесы дьявол боятся нас. Когда Сатанс и Леоная гара баидас нас. Когда эти, как они там, прогожонные исцеляются. Когда спиталлигия циединас. И все врачи теряют своих клиентов. И все арсти заходят своих клиентов. Ты хочешь идти в Иерусалим и умереть. Ты зашел с ума. Ты сошел с ума. Этого не должно случиться. Там не важно. Есть хорошие места. И вообще знаешь, Иисус. Зини, Ези. На случай, если на нас нападут. У меня есть меч. Он находится во внутреннем кармане моего плаща. Мана плаща. Иекшем, как оба тая. И Анс слишком доверчев. Яков, они слишком наивны. Яков, они слишком наивны. Царства Божия, благодать, любви прощения. Педошина. Железный меч. Это сила. Металла зобенства. Я видел жизнь. Я видела жизнь. Что иногда нужно рубать головы. Врагам. Иенаиднекам. Иисус. С мечом. Это Петер с мечом. Петер с мечом. Он говорит, Иисус. Он говорит, Иисус. Моя жизнь только что. Мана дзива тико. Состоялась. Пепилдилась. Я ушел от своих родителей. Меня ненавидит вся моя семья. Они считают, что я фанатик. Что я хожу за каким-то сумасшедшим. Который пытается сделать какую-то новую религию. Он говорит, что он Бог. Он говорит, что он Бог. Моя жена. Мой папа. Моя родственники. Они хотят больше общаться со мной. Это проект на всю жизнь. Не на три года. Что будет. Если ты умрешь. Кем мы будем. Мы будем изгоями. Мы будем опозорены. Мы будем визмени. Мы будем измени. Потому что мы сделали самую большую глупость своей жизни. Петер был радикален. Петерс был радикален. Он не представлял себе. Он не представлял себе. Что ждет его. Кас он сагаидает. За той стороной. Той стороной. Мы не понимаем. Одну истину. Муж не понимаете одну истину. Я запроте велено. Петерс. Жизнь человека. Невожит состояться. Не может сажаться. До тех пор. Лидц там бриди. Пока он не будет в правильном месте. Камер он не будет в правильном месте. В правильном времени. Парильном времени. Пока он не встретит. Бога. Если что ты зацепишь сюжетов, если кто-то будет отсутствовать, ты не сможешь войти. Ты не сможешь войти. Свои призывы. Петер. Петерс. Он был не лучший чем я. Он не лучший чем ты. Он был простой ребак. Он был человек. Он был человек. Которого было сердце. У него была совесть. Когда он предавал. Он предавал. Когда он кайлся. Он кайлся. Когда он говорил. Когда он говорил. Когда он плакал. Он плакал. Мы находимся в сюжете. Когда Господь встречает людей по всему миру. Когда Диос сатек человеку по весьу пасаулу. Но из всей толпы. Но из всей пулы. Господь вызывает тебя. Диос изсоц тебя. Потому что ты больше не можешь жить. Тоже, как ты жил раньше. Та пат, как ты живешь лиджи. Где ты в глубине своего сердца. Кот, кто ссоц тебя. Ты вопиешь. Ты вопиешь. Ты вопиешь. Ты вопиешь. Пар то, что есть другая жизнь. Каи и есть цит дзиви. И если ты не вопиешь. У, если ты не вопиешь. Твоя жизнь изменится. Това дзиви неизмейся. Иисус. Который будет проходить мимо. Кас изгарам. Пройдет мимо. Па изгарам. Когда я пришел к Богу. Когда я сатанц пе Диела. Я был подростком. Мне было 17 лет. Уже прошло почти 30 лет. Я был погаившим гандридз 30 лет. В свои 17 лет. Сава 17 годов. Я ненавидел этот мир. Я помню свои ощущения. Я сацарошу свою свою сайуту. Когда мои друзья шли на дискотеку. Когда мои драуки гаи из дискотеку. Когда каждый подросток была задаща над ним местом. Когда катрас пусалцис был норопеясь пар вену ветру. Па какой-то причине. Паец как-как-как-как-как-демесли. Меня тирзала суть вещей. Мани надарбинайя литу бутіба. Я не мог жить. Я не мог жить. Виде этот ужас. Редзот шизь шаусмс. Лицемерия. Лекуліба. Неправду. Непатесиба. Апмана. Апману. Што табу моем сердце? Кот-кас на сири. Некак не соглашалось с тем. Несамеринайся с тацией езди. Жизнь. Ка таза ер дзиђ. Где табу внутри себя? Кот-кур из себя. Я находился в депрещи. Ес бе депрещи. Мой папа. А манствот не мог понять, што происходит со мной. У них не могли сапат, kas ар мани нотек. Он говорила, что это с тобой? Пачем ты не живеш? Капец ты не живешь? Пално тою. Ар пилни, пилнигу. Столько есть всего. Почему ты сидишь дома? По какой-то причине. Все, что происходило вокруг меня. Я потерял к этому интересу. Меня раздражал это. Я не могу понять причину этого, мотива. Но в ту секунду, когда один человек на улице рассказал мне о том, что есть Иисус, который ссорился со всеми, который никогда не оставил ничего равнодушным, который ненавидят грешники, потому что он говорит правду, потому что он сын Божий. И если ты пойдешь за ним, ты будешь точно таким же. Ты будешь так же. Кот, где ты в глубине своего сердца. Меня появилась духовная истина. Что это и есть тот образ, который мне нужен, который мне нужен. Я пришел к Богу в тот день. Я отдал ему свою жизнь. Из того самого момента. У на тава паща бриджа. Правда. Патеса. И истина. У тазноба. Не оставляют меня. Не отстаяют меня. Друзья мои. Мои дружи. Мои должны сохранить себя. Мои должны притерить непросто к религиозной личности под названием Иисус Христос, Икона в церкви. Мои не просто дожди притер, какому-то чудо творцу, который изменит наши обстоятельства, и мы просим курить и пить. Мои должны понять, что мы приходим к свету и он призывает нас жить во свете. Христиане потеряли такое понятие как чистая совесть. Вы помните, что в писании написано, что в момент водного крещения мы обещаем Богу служить Ему в чистой и доброй совести в то время у людей не было книг, по которым они могли бы свирять свои действия, не было определенной литературы, которая рассказывала им, как жить, поэтому они отталкивались от своей совести, которая могла сделать их светом, у Иисуса была совесть, у Петра была совесть, и у нас, друзья мои, это должна быть совесть. Мы не можем молчать, мы не можем закрывать глазах, что ничего не происходит, мы не можем смотреть на беззакония, обман, грехи, и думать, что кто-то другой будет говорить, писать, слышать, и думать, как это цит Все на лицемере Свещёнников Можно быть что-то внутренне говорила ему Тебе не надо Тебе не надо Лайк к утром Прееч Кам ты начнешь проблем Имеи мудрась Имеи понимание Не будь таким Не еси так Зачем тебе настраивать всех против себя? Ведь ты потеряешь клиентов. Ты потеряешь свою лекторату. Они перестанут следовать за тобой. Знаете, почему Иисус не мог жить иначе? Потому что у него была чистая совесть. Почему Петер не мог жить иначе? Потому что у него была чистая совесть. Почему Моисей не мог жить иначе? Потому что у него была чистая совесть. И почему все ганимые на этой земле не могут жить иначе? Потому что у них есть совесть. Стефан, когда он давал свою последнюю речь в Деянии Апостолов, он мог все сгладить. Он мог сказать, да, ну знаете, я погаричился. Ну, зините, я тут пищу не пасте. Вообще-то мы почитаем все, храмси, все. Все мы годинам, там, там, талак. Зачем нам эти, ну да, с ластями нам нужны эти проблемы? Ну, прежде чем мы с вами вару, шиши проблемы? Извините, мы все хорошо. Все будет хорошо. Стефан божил своей прекрасной жизни. Стефанс божил свою прекрасную жизнь. В первую свою проповедь. Сава первая спредитива. Когда Стефан открыл свою усту. Когда он отвертся соус лупас. Перед синедрюном. Синедрю прекшен. Он сказал священникам. Винши патеятся пристарям. Первым священникам. Аугстаем пристарям. От которых зависела его жизнь. Жизнь его семьи. Жизнь его детей. В одну секунду. Венную секунду. Они могли оставить тебя в покое. Венную секунду. Или подвергнуть всю твою семью. Пыткам и мучениям. Весь твой димену поклевать моклибам. Первое, что сказал Стефан. Первое, что сказал Стефан. Иисус. Иисус. Которого вы распяли. Курю, ситаты, крустах. Воскрес из мертвых. Ир аугшам целес. Стефан публично. Стефанс публично. Обвиняет первого священника. В том, что они распинают Креста. Виник, ситаты, крустах Креста. Подписав себе приговору. Виник параксты со своими молодыми годами. В своем молодом году он был побит камнями. В своем янодушном году он был побит камнями. Потому что имел совести. Виникам было сирцапзим. Многие вещи в нашей жизни. Дальше в нашей жизни. Существовали бы иначе. Цитат, как бы. Если бы мы. Я мэс. Имели совести. Многие обстоятельства. Дадзи апстакли. На которые мы закрали глаза. Куре, воз кастрее мэс. Многие лоши, с которыми мы примерились. Дадзи мэли, ар которыми мы сомерныши. Лицемерия, которая стала для нас нормой. Ши дивкоси, которая клювси пар норму. И наша душа умерла, потому что душа живет, когда она имеет крик, когда она имеет чистую совесть. Не хочу приводить такой пример, но Владимир Высоцкий в своем времени был этим человеком, который умел говорить, и он сказал как-то один раз, все, что я делаю, я делаю, потому что не могу не делать. Друзья мои, мы умираем, мы перестаем быть людьми, крестьяне перестают быть святыми, мы становимся тинями, в искаженном мире, потому что мы теряем свой призыв, и мы не делаем то, что делал Иисус, мы не являемся светом, мы несем гайсм, мы несемем, не темно, не светлая, какая-то серая. Вот почему Господь не замечает нас, и вот почему мир не хочет видеть нас, мы сами себя не хотим знать, мы смотрим на свою жизнь, и мы не понимаем, какого Господа мы приняли в свою сердцу, пробуждение приходит, когда ты начинаешь говорить, Боже, я велик грешник, я живу среди народа, я живу среди народа, с нечистыми устами, который не тяниimpиwand, я потерю запомнworkers, я потерял свою сердцепшему, я потерял свою жизнь, я потерял свою жизнью, я потерял свою совесть, не одна книга, не одна книга, не одна кромать, не одна проповета, не одна из справедитесь, не одно служение, неViая лов six дней, Потому что я утратил в своем сердце и в своих устахах. Я перестал судить себя. Я перестал судить этот мир. Я перестал быть таким, как Господь. Я хочу, чтобы меня все любили. Я хочу сам любить всех. Я хочу, чтобы я умер. Я хочу, чтобы я умер. Я был другим. Его все ненавидели. Его все не видели. Его все не видели. И в конечном итоге его убили. Когда церковь придет, к своему пробуждению, первое, что она начнет делать, она начнет говорить. Она начнет говорить. Ее совести обновиться. Отъемы. И вместо сладких проповедей. У солдов спредицу веет. От толерантной любви. От толерантной любви. И призыва к христианской демократии. У айцен, как христианской демократии. Мы начнем бросать вызовы. Мы начнем с этим миром. Шаи пасаулей. Людям. Целвеги. И себе. У себя. Мне давилось быть в одном месте. У нас есть в одном месте. Один раз в моей жизни. Венреи в моей жизни. Где пастыр проповедовал в одной церкви. Кур макитаясь, и он проповедовал грехи так. У меня было ощущение, что я задыхаюсь. Я чувствовал огонь, который сходил на мою голову, и который судил меня. Тысячи людей. Трислись. 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 Кафедра, за которой проповедовал пастыр. Шаи кафедра, пе, куша ставея, была создана из такого толстого огня стекла. Та была радована без организма стекла. И пастыр стояла и проповедовала святости Божьи. У макитаясь судила пар Деву святому. О том, что Бог не человек. Кад Девус не человек. И о том, что Бог судит мир. И в какой-то момент огонь. Упал в его кафедру. Крита у шоу кафедры. И она раскололась на две части. И это было знамение. Что Бог находится на этом месте. В том зале находились панки. Находились колдуны. В этот американский город съехалась группа плейбоя. Они проходили сессию по фотографиям. Обнаженным. И когда они прилетели в этот город, они спросили у шофера такси. А это было воскресенье. Они сказали, привези нас в место, где есть больше всего людей, чтобы мы могли развлекаться. И таксисты привезли из церкви. И таксисты из церкви. И таксисты из церкви. Как Девы угунс. Раскололи ту кафедру. Они выбежали. И отдают свою жизнь Господа. И отдают свою жизнь Господа. И человек больше не может жить во лжи. Если мы думаем, что мы приняли Иисуса, и теперь у нас что-то изменится. И теперь у нас что-то изменится. Мы должны изменится. Все остальное не имеет большого значения. Потому что человек с чистой совести может изменить этот мир. Один пастер в Германии. Один пастер в Германии. Один пастер в Германии. Когда началась хрустальная ночь. Когда началась кристаллная ночь. И фашисты, они делали по грому. У Берлина. У Берлина ши фашисты. Как вам это было городи, уже забыл. Это пастер. У шисто. Призвала всех членов в церкви. У шисто. Макитер с айцином. Чтобы делать собрание. Лай санат сапулц. У лукт. За евреев. Паре евреев. Которые подвергали сганини. Курс пакльову вайшанам. Това пастера вызволена сут. Шо макитая изсоци с тезем. СС. У них сказали ему. У них патрица. Мы запрещаем тебе. Мэз тев аизлезам. Мэз тев аизлезам. Мэз тев аизлезам. Они так и уничтожили его в конце. Бегас ми архи виник изнеканая. Мэз тев ногалинасим. У них сказали. У них теца. Я не могу. Делать иначе. Не могу. Не могу. Потому что у меня есть совести. И они слушали его. У них клаусы. И кипели от гнева. У них каизнают варий. Многие проповеди. Даудзи спрэтити. Изменяться. Измайниться. Слава меняются. Варди меняются. Писание меняются людей. Рицейба майнас. Когда их совести пробуждается к жизни. Кад минию. Сирцапзиѣа мост. Таза уздзивиѣа. Писание говорит нам. Ракстай мус. Что одно из чудесных преобразований наше личности. Ка вену но бринишчигаем паарвертīбам мусу персонива. Это обновление наше совести. Мусу сирцапзиѣа. Это отжауношение. Святость. Святумс. Это расплывчатая понятия. Таза изплодез едзиѣа. Которой многие люди manipулируют другими людьми. Которой вену человеку манополея, а ар цитам человеку. Некоторые говорят, что святость – это определенный вид одежды. Другие говорят, что святость – это определенный вид пищи. Третьи думают, что святость – это определенный вид поведения. Делай вот это. Делай вот это. Делай вот это. Дарим то. И ты святой. На мой взгляд. Если вы спросите меня, то святость – это жизнь. Та ер дзиѣа. В чистой совести. Я не видел ни одного человека. Ни одного. Невену. У которого была бы чистой совести. Курам бута тира сирцапзиѣа. И он бы жил в лицемерии. И он бы живет в лекулей. В грехе. Греха. И в обмане. У нас есть. Я скажу вам одну местописание. Я вам патчу вам одну местописание. Прежде чем мы начнем молиться. Прежде чем мы начнем молиться. Прежде чем мы начнем молиться. Трешей панц. И навекли имя местописание. У то вето у нас сауца. Та вера. Та бэра. Потому что возгорелся у них огонь господин. Та петь, что турстар при нем иедегуси есть тая кунга угунс. При шелце между ними. У пулкси висаду салаш. Стали обнаруживать прихати. Кас бе вино виду клюва стипри к арриги. А с ними и сыны Израилеви. Сидели и плакали. И говорили, кто накормит нас мясом. Сака раудат и ваиманат. Кас муна доза ест гаѓа. Одно из чудесных вещей огня господин. Вену на бринщиками литам, кое дар Деву угунс. Это чтобы мы обнаружили. И обнаружили. И обнаружили. Наши прихати. Музу карри. И наши грехи. У музу грекус. Один из замечательных вещей Божьего огня. Вену на бринщикам Деву угунс. Это чтобы мы сидели и плакали. О том, что у нас нету настоящего мяса. Что вся наша жизнь. Это искусственная пища. Та ирмакс лига барива. Давно потерявшая свой вкус. Кураза заудеясь в свою горшу. Поэтому, когда Божий огонь. Лайга, как Деву угунс. Сходить на нашу жизнь. Нак пар мусу зиму. Муза начинали плакать. Муза сакали раудать. Наши прихати обнаруживаться. Наши похати обнаруживаться. Музу карибас. Наши грехи обнаруживаться. Нак гаисмах tieкат клатас. Муза грехи tieкат клатас. Муза грехи. Муза понимаем то, что мы ели и едим. Не подходят. Нам нужна мяса. И временности по мясу. У петь гаисмах, шея грехи обнаруживаться к большому. Муза начинали тякат клатку. Когда пастыр начинали это делать, его церковь изменяется. Когда лидер прославления начинали это делать, его музыка изменяется. Когда президент начинали это делать, его страна изменяется. Виņа волсты изменяется. Каждый человек должен сделать это. Варит то издарить. Я издарит это. Поэтому, друзья мои, Тапец, драуки, Иисус, которого мы знаем, которого мы приняли в свое сердце, которого мы молимся, и которого мы верим, он хочет, сделать нас такими, как он. И когда мы говорим Иисус, сделай нас такими, как ты. А это говорит каждый верующий человек на земле. То мы должны понять одну важную вещь. Что нам придется, что нам придется, что нам придется, говорить правду, платить цену за эту правду, и максовать цену за эту правду, быть отверстием, быть ненавидимыми, быть отгрустем и ненавидимыми, быть оскарбленными, даже своей собственной семьей. Вы готовы на это? Если вы не хотите такой жизни, тогда не зовите Иисуса, сделать вас такими, как он, потому что Иисус не прожил чудесную, богатую жизнь, в окружении религиозной элиты слуг, больших сокровищ, телохранитель, иисус прожил, страшную жизнь, из каждого чудеса, которые он совершал. Люди вбивали гвозди. Ты хочешь такого Иисуса? Ты серьезно хочешь такого Иисуса? Ты серьезно хочешь быть таким, как он? Тогда попроси у него, чтобы он обновил твою совесть. Лай вино отъяно таву сирцапзиņу. Чтобы ты перестал жить в лжи. Лай ты паста дзивот мелос. Жить в лице мери. Дзивот лекулīбах. И жить в придуманном пласмасовом мире. У беи дзивот издоманном пласмасовом мире. Чтобы ты мог стаить в своей жизни. Лай клюту сова дзиве. И сказать. Пецел то сова дзиве. Господи. У те, как ты, кунгс. Возьми меня. Паўеми меня. Я человек грешни. Я живу среди народа. С нечистами устами. Курим нав тирас лупас. И ни чем не лучши их. Возьми меня. Паўеми меня. И пашли меня. У сути меня. Сделай меня голосом. Дари ману пар балси. Для этого поколения. Шай паудзай. Дай мне судить себя. Дод ману себе тесат. Не мириться. И не принимать. У не принимать. Свои собственные грехи. Сава с персоной грехи. Пађим мне. Пађим мне. Не отвергать твои крест. Не отгрыз твою кресту. И делай то. У дарит то. К чему я призвану был. Савана чал. Каме сесу ацинаться на паше сакума. Я говорившись к некатерим людям здесь. Я работаю шо бриди. Дажим человеком шеет. Некоторые люди здесь. У них сердце произошло какое-то надлом. У них сердце произошло какого-то надлом. Они увидели свой изкаженый мирок. У них иераудзи свою шчибу пасаули. И поняли, что они прожили большую часть своей жизни. У них ехали в каком-то изкажении. Каудакой сащептой пасаули. Сейчас у них проснулась желание иметь чистую совести. Лай бут тира сирси. Чистую жизнь. Тира дзиви. Сказать наконец-то некатерим людям. Беидзот патеикт, что они из себя представляют. Ко ви не из себя представляют. Сказать самому себе. Беидзот патеикт себе. Сказать своему миру, в котором ты живешь. Патеикт шею пасаули, куда ты живешь. Ко он есть на самом деле. Не замазать. Не прятать. Не закапывать. Не засовывать под ковер. Некоторые здесь. Они надломились. Сейчас. Они как Петер. Хатят. Гриб. Этой жизни. Шо дзиви. Но они не знают. Как они ее притят. Ко тая ноклиот. Потому что болезнь. Ёслимыба. Болезнь. Ёслимыба. Болезнь равнодушия. Веналдзива с слимыбой. Гадами пропитывала их душе. И ваша душа перестала жить. И когда я говорю к вам сегодня. Когда я вам скажу сегодня. Вы говорите, я хочу это. Я хочу твою огонь. Я хочу, чтобы ты изменил меня. Я не согласен. Я против. Я хочу пойти за тобой. Я хочу быть таким, как ты. Я хочу говорить. Я хочу думать. Взвешивать. Думать. Так. Как у меня была совесть. И я хочу иметь. У меня. Чистую. Ясную. Скаидру. Свертьапзиѣ. Я хочу, чтобы мой разум. А я хочу, чтобы мой разум. Бут вам. Бут у нас. Бут учасно. Бут учаслен. Бут учасно. Бут прямым. Бут здравым. Бут у ресас. Потому что сейчас. Потому что сейчас. Я опьянен. Я уже сочиняюсь. Мисли. Дома. Ценосты. Вертильма. Вера. Вашалис в моей голове. Виси сочины. Виси сочиняются в голове. Если есть такой человек. Я ест такой человек. Который хочет изменить свою жизнь. Потому что Иисус был именно таким человеком. Он не засыпал на полпути. Он не отказывался от своей цели. Он не молчал, когда другие молчали. Он говорил, когда другие молчали. И его дерзкие слова. И они сказали, что вы должны быть дерзкими. Но где-то вам нужна эта дерзость. Потому что здесь в Европе. Люди потеряли этот смысл. Добра и зла. Там у нас, на Ближнем Востоке. Мы должны бодрствовать. Потому что 300 миллионов врагов окружает нас. Когда я говорю врагов. Я говорю не просто заблудшие люди, которые не знают, что они делают с некоторыми. Люди, которые молятся каждый день. О том, чтобы я перестал существовать. Да, чтобы наше государство, Израиль, было стерцать с лицами земли. Лайясь пастракт, эксистэйт, и для Израиля будет на землю нослауцить. Это враги. Те иринаидники. И я поддерживаю Давида. И я поддерживаю Давиду. Который говорил и молился. Курши руна и лодз. Да, разтащаться враги мои. Лай те изклидет, иринаидники. Но мы живем сегодня. Мы живем сегодня. У нас даже врагов не существует. Мы даже не понимаем, где они. Мы даже не понимаем, где они. Потому что у нас все смешалось в голове. Наша совесть не показывает нам. Мы не видим ориентиры. Мы не видим ориентиры. По этой причине у нас даже дьявол в друзьях. Грехи перестали быть грехами. Грехи не грехи. Ложь перестала быть ложью. Мы живем в полуправде. Полуистине. Пустаиснеба. Наша семейная жизнь перестала быть нормальной. Поговори наконец со своей женой. Поговори наконец со своим мужем. Скажи ему, что он должен измениться. Скажи наконец со своим детям, что они не могут так жить. Скажи наконец-то сам себе, что пришло время что-то менять. Но мы не находим себе силу. Потому что живого духа Иисуса, который так был удивительным человеком, который никогда не молчал. Кас никогда не классе. Вот этого духа не хватает сегодня христианам. Шоден петрукст христианам. Когда церковь получит Иисуса живого во главе своей жизни, когда драуза саиньёмся Иисусу живого, как сава с живого, она будет настолько радикальна. Та бутся так радикальна. И настолько ненормальна. Так ненормальна. Шои с пасаулеса ацис. Что она будет спасать от мира. Каи вино глава шоу пасаулу. Аминь. Я сейчас обращаюсь к некатерим людьям. Я хочу бросить вам вызову. Я хочу бросить вам вызову. Я хочу вас, чтобы вы вышли сюда вперед. Лайки вас изнала шоу пасаулу. И мы с пасторами будем молиться за вас. У меса армактами пара вас луксами. Только к тем людям. Которые получили свое сердце сейчас. Кас сава сирдой саиньем. Голос с неба. Балси на дебеси. И обличение в своей совести. Что они хотят изменить свою жизнь. Каи гриб, гриб саву дзиву измейнить. И мы будем петь. Мес дзиадасим. А вы будете приходить. У нас нанксет. И я скажу вам, друзья. У нас те, что Бог. Деус. Придет. Отнавш. И поминяет вас. У нас. Не я. Не я. И никто другой. Некатс цитс. Но Бог. Бет Деус. Иисус. Иисус. Потому что у Него это есть. Иовы немто, сэр. А я к этому только иду. Бет Деус. Иисус. Аминь. Аминь. Давайте мы поднимемся. Петел смес. Давайте эту. Немножко эту кафедру отвезем. Отец небесный. Господь всемогущий Бог. Стойте здесь. Поднимите свои руки, Господь. Поднимите свои руки, Господь. Идите сюда, брат. Вот вы идите сюда, в тельняшке. Идите сюда. Это хороший брат. Встань здесь. Ты тоже встань здесь. И еще пусть кто-то, кто чувствует Духа Святого, кто не может больше быть тем, кем Он есть. Будь по тому, как он чир. Приходите сюда. Наскажите сюда. Здесь есть совесть. Шесть есть совесть. Вот здесь есть совесть. Шесть есть совесть. Она находится здесь. Та отрода шесть. Это Дух Святой. Это Святой. Если вы хотите назвать Духа Святого каким-то именем, чтобы вам было понятно, кто Он есть, назовите Его совестью. Носкажите Вы по сердцу. Чистой. Тиру. Ясной. Скайдру. Честной. Годи. Святой совестью. Святой совестью. Это личность. Та и персоны. И это ваша совесть. Вот здесь она есть. Шесть меня есть. Поднимите свои руки. Поцелуй свою руку. Давайте будем призывать Господа. Отец. Таус. Измени меня. Измени меня. Прости меня. Пьедод меня. Очисти меня. А ты ири меня. Я устал. От этой ночи. Но шесть ночи. Эти ужасы постигают меня. Но шесть ночи. Тьма охотится за мной. Тумса меня медит. Я умираю. Я мертву. Я живу как тень. Я живу как она. Не имею будущее. Нередзот накотно. Я принял тебя. Я решил следовать за тобой. Я решил следовать за тобой. Прости, что я не понимаю, кто ты есть. Пьедод, что я не понимаю, кто ты есть. Я не понимаю, кто ты есть. Я смотрел на тебя. Я смотрел на тебя. Крест. Кур. Я увидел, что ты отверг. Я увидел, что ты отверг. Всю жизнь я стремлюсь к процветанию. Всю жизнь я стремлюсь к богатой жизни. Всю жизнь я стремлюсь к богатой жизни. И я молюсь. У меня логи. Чтобы ты благословил меня. Прости меня. Пьедод меня. Потому что Евангелие. Я евангелий. Дает мне другой образ. Дает мне другую образ. Она представляет для меня. Совершенно другой образ человека. Который отверг этот мир. Для которого человеческая политика. Курам человек политика. Для которых даже отношения. Курам мусу отец. И даже друзья. Не представляли огромной ценности. Тот, который мог сказать. И вы можете оставить меня. И Петер сказал, как мы оставим тебе. Но Иисус сказал, вы тоже имеете возможность это сделать. Идите отсюда. Иисус говорит, что вы тоже имеете возможность это сделать. Идите отсюда. Это говорит не о том, что Господь не мог лицмерить со своей совести. И даже потеряв своих друзей. И даже потеряв своих друзей. Все равно был верен своему внутреннему призыву. Как же мы теряем этот свет. приходит обновление приходит новое измерение приходит меч отрезающий тьму приходит меч который отрезает вот эти пласты грязной жизни этих мыслей этих вещей этих пахотей это божий огонь который хватает твою душу и говорит тебе будь такой как я смотри на меня отец коснись этого человека коснись его и наполни я прошу тебя пусть его душа обретет покой и мир господь я прошу тебя приведи его к покаянию сегодня пусть он родится свыше во имя иисуса христа амэ держите свои руки поднятыми господом что-то меняется господь обновляет твое сердце он обращается к тебе и он несет в своих руках это мясо по которому твоя душа томится потому что ты устала есть эти полуфабрикаты духовной жизни ты устала говорить о том что что-то меняется господь приносит настоящее мясо в этом мясе ты мне боль больше не сможешь жить той жизнью ты будешь говорить то что есть видеть то что есть я вижу как господь делает острым твои слова твои мысли твои взгляды я вижу как цель приходит от бога все изменить я вижу как ты не могла это поменять ты старалась ты говорила ты стояла на своем ты пыталась но ты сдалась и бросила это и сказала у меня ничего не выходит я не могу это поменять господь говорит тебе дочь я приношу этот меч я приношу этот меч для того чтобы научить твои руки и руки держать мою оружие и я даю тебе мою меч чтобы ты могла чтобы ты могла разогнать эти бесполезные не нужные ценности не нужные ценности и приходит новая 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 помазания чтобы совершить чтобы совершить и никто не сможет остановить тебя и ты сидишь как раз весер и не веришь не веришься обстать дьявол скажет дьявол скажет нам нужно оставить ее потому что она идет за богом твоя семья начнет меняться ты увидишь как вещи начнут приходить в свою норму и ты начнешь хвалить бога и ангели придут чтобы служить тебе дьявол Благасла виию. Кунгс, свети вино. Благасла виию. Благасла виию. Благасла виию. Свети вино. Закрой свои глаза, Господь говорит. Я снимаю с тебя это Basin, которая была твоей второвой одежде. Это угнетение, которое стало твоим нормальным домом. Мысли, когда ты думаешь о себе, что ты потеряна на этой земле. Я посылаю свой ветер, чтобы поднять твои помятые паруса. Я хочу сказать тебе, приготовься, потому что скоро я затрону твой внутренний голос, если начнешь поднимать свои слова в защиту угнетенных, в защиту оскорбленных. Настоящая мяса начнет быть твоей духовной пищей. Слово начнет оживать внутри тебя. Твои молитвы начинают приобретать огонь. Принимай это! Принимай это! Принимай это! Аллилуйя! 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 Братцы меняется! Захуй свои глаза! Айзарь соус ацис! Женщик! Господи говорит, Я избрал тебе, я видела твои мочения, я видела твои плащи, я видела твою боли, Я видел твою потерянность, что ты пытаешься служить мне, но ты не имеешь силы. Я говорю тебе, что сила есть, и она есть у меня. Я веду тебя, и я вижу, как Господь приводит тебя к реке. И Он говорит тебе, иди, там есть вода, погружайся в нее. Когда ты выйдешь оттуда, ты станешь другим человеком. Отец, я призываю твои благословения по силу изменения во имя Иисуса Христа, Сына Божьего. Спасибо тебе, Бог чудо. Славный и великий. Господь обновляет твою совесть. Ты жила среди лжи, многие годы среди лицемерия двойных стандартов. Ты жила в обществе, где не говорили правду, где целили политику, где умели договариваться ради выгодства. Господь, ведь я изменяю это. Ты привыкла носить эту одежду. Ты привыкла, чтобы люди смотрели на тебя, чтобы они оценивали тебя. То Господь говорит, я вижу твое сердце. Я вижу изнутри твою совесть. И я хочу обновить ее. Я хочу, чтобы ты говорила правду. Я хочу, чтобы ты говорила истину. Я хочу, чтобы ты жила во свете. Я хочу снять с тебя проклятие твоих поколений. Я хочу одеть тебя в новую одежду. Когда моя слава придет на эту землю, ты будешь стоять с флагом. И ты будешь махать. И это будет флаг победы. Люди будут смеяться. Другие будут плеваться. Иные будут говорить, неужели это она? Ты будешь рада, что ты приняла поношение и могла пострадать за имя Господня. Отец, я молюсь, чтобы пришла твоя слава и чтобы в нужный момент она понадобилась. Господь, я вижу великую победу, приходящую в ее жизнь. Великое избавление. Я вижу, что путы, оковы падают с ее рук. Я вижу, что ее ноги обуваются в другую обувь. И она начинает совершенный марафон. Она будет бежать и не будет уставать. Боже, я вижу благословения, которые вторгаются в ее жизнь, которые разбивают эту нищету, эту внутреннюю бедность. Господь, я вижу это. Отец, пусть придет твоя слава и наполнит ее жизнь. Во имя Иисуса Христа. Наполнит ее жизнь. Грядет новое познание. Грядет новое знакомство. Грядут новые вещи. Бог убирает старое. Эту глубокую лень, которая окутала твою душу. Ты пытаешься бороться, делать, стремиться. Но внутри себя ты потерял смысл. Огонь погас на твоем жертвеннике. Господь говорит, я приношу новые угли. Мой сын. Я ложу их на этот жертвенник, и я начинаю дуть. Я начинаю дуть эти горящие угли, и огонь начинает зажигаться внутри тебя. Ты снова приобретешь мою славу. Обновляется твоя совесть. Ты начнешь говорить, и никто не сможет закрыть твои уста. Ты просил у Бога мудрости, и мой ответ тебе такой. Будь безумным в этом мире, чтобы быть мудрым. Это твоя жена. Я вижу, как Господь снимает с тебя старую поношенную одежду, израненное, бездыханное сердце твое. Я вижу, как Господь извлекает его из твоей груди. Оно не подлежит изменениям. Слишком много ран. В его руках бьется новое, чистое, светлое сердце. Он закладывает его в тебя и говорит, это новый духовный человек. Я хочу, чтобы ты начала мыслить по-другому, думать по-другому. Твои духовные сосуды, через которые текло познание Господа, были забиты. Господь говорит, я освобождаю его для того, чтобы познание имени моего укреплялось в тебе. Долгое время ты задыхаешься от серости твоего окружения, от безысходности твоих дней. Господь говорит, я приношу тебе новый смысл, я приношу тебе новую энергию. Она начнет стремиться в тебе. Это новая сила, от познания моего имени. Это то, по какой причине мой пророк Еремия не мог дышать, и он видел открытые небеса. Я не могу дышать, я приношу тебе новую энергию. Я не могу дышать, я приношу тебе новую энергию. Эти веревки, они находятся на твоих руках, и на твоей голове, и на твоих ногах. Они привязаны к твоей спине. Ты хочешь сделать шаг, но не можешь. И я вижу, как приходит ангел с великим мечом, и он обрубает эти верни. Он рубит эти веревки. И он приносит тебе, Боже мой, Аллилуйя, он приносит тебе книги, 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 которые написаны. Рабащи, я лову, для карабасаю, лову и плащите, я в руку. Лову и плащите, я лову, лову и плащите, я в руку. Си, я лову, лову и плащите, я лову, лову и плащите. Подними свои руки, Господь. Кура, плащите, я лову, плащите, я лову, плащите, я лову, лову и плащите. Есть долгая жизнь, дочь. Очень долгая жизнь впереди ожидает тебя. Ты уже успела похоронить себя, успела отказаться от своего будущего. Ты сказала внутри себя, я буду жить день за днем, ничего не меняется. Господь говорит, дочь, есть большой путь, и есть долгие годы, и я хочу призвать тебя, я хочу пробудить тебя, я хочу, чтобы ты начала искать меня. Когда ты начнешь делать это, новый ветер придет, и ты увидишь Божью славу, и он потянет тебя вглубь, за твое сердце, за собой, за собой вперед. Друзья, поднимите свои руки, все, чьи совесть сегодня обновилась. О, брат, это чудесно! Вот почему ты никогда не терпел ложь, вот почему ты никогда не терпел лицемерие, вот почему люди раздражали тебя, все, кто обманывали тебя. Ты не мог жить в этой серости. Знаешь, что терзало твою душу? Это Дух Святой! Благослови, Господь! Благослови, Господь! Благослови, Господь! Благослови, Дух Святой! Благослови, Господь! Сын, все меняется! Благослови, Господь! Исцеление, исцеление! Благословения приходят! Благословения приходят! Господь все изменит То, что люди не могли поменять И то, почему ты отказался идти за ним Он снова приглашает тебя идти за ним Твоё отступление Твоё исцеление приходит Господь, спасибо тебе Как тебя зовут? Подними свои руки, закрой свои глаза Господь говорит, я видел тебя Я следил за тобой Я послал ангелов заботиться о тебе Не было ни одного дня, чтобы ты нуждалась в чём-то Я всегда кормил тебя Когда всё было против тебя Я поворачивал всё для тебя Потому что я люблю тебя Потому что я смотрю на тебя И ты нравишься мне Твоя душа доставляет радость моему сердцу Почему ты перестала меня славить? Почему ты перестала благодарить меня? Почему ты перестала любить меня? Ведь я никогда не оставлял тебя Я всегда был рядом с тобой Я согревал тебя в одиночестве Я напоминал тебе о себе Я всегда давал тебе свежий хлеб Подними своё сердце, свои руки Подними свою жизнь Из этого пепла И начни благодарить меня Вместе у нас есть великое призвание Я высвободил огненных ангелов с мечами Для того, чтобы они служили тебе Ты пройдёшь через эти вещи Твоя пустыня не будет идти до долга Ты преодолеешь это Потому что я сказал им Моим слугам Заботиться о тебе Твои долги будут выплачены Твои дыры зашьются Твои искажённые вещи изменятся Твоё сердце обновится Твои слова будут острыми Твой разум приобретёт смысл Эти дети, которые были в твоих руках Которых ты держала Они будут моими слугами Они будут теми, кто пойдут за мною Не отчаивайся Я избрал тебя Потому что есть призыв на твоём роду Прости этих людей Которые подвели тебя Которые оставили тебя Прости, отпусти их Они не поняли, с кем они имеют дело Я скажу тебе Тебе не нужно почтение людей Тебе не нужно их одобрение Тебе достаточно моя любовь Друзья, поднимите свои руки Это ничего, что я не молился за кого-то, друзья Это не страшно Ничего здесь нету такого Самое главное Что Господь что-то делает И мы хотим оставить вас Но Господь не оставит вас Можны оставить вас Самое главное Чтобы Господь не оставил вас Чтобы он был с вами Иди сюда, иди сюда Иди ты сюда Подними свои руки Где твой муж? Это он играет на гитаре, да? Я когда смотрел на него Я видел, как Господь исцеляет тебя Как он изменяет его одиночество Я видел, как злость перерастает в любовь Раздражение перерастает в милость Как лень уходит от него И я видел, как ты начинаешь по-другому ценить некоторые вещи И я видел, как твое сердце меняется Я видел, как Бог возвращает любовь в твое сердце Ты ждешь ребенка? Господь благословляет твоего ребенка И он забирает твой страх Ничего не бойся Я скажу тебе Господь всегда заботился о тебе Он дал тебе самого лучшего мужа Который был в его плане Потому что Бог заботится о тебе Он будет менять его Потому что что-то есть в тебе Есть величайший прорыв и благословение Заложенное в твоем служении Заложенное в твоих молитвах Ты еще не полюбила Господа, как должна Когда ты начнешь любить Его Ты начнешь оставлять все ради Него Твоя тайная комната превратится в святое святых Твои дети будут видеть твой огонь И они будут следовать за мною, говорит Господь И главное, ничего не бойся Не страшись И не отчаивайся Аминь, друзья Пусть Бог благословит вас Бойте Господь Аллилуйя Слава тебе, Господь Поклоняйтесь, поклоняйтесь, Господь Поклоняйтесь, Господь Никуда не уходите Мы еще будем молиться Садитесь на свои места Садитесь, никуда не уходите Мы еще должны сейчас совершить некоторые священные действия Кто из вас молится на иных языках Присядьте, пожалуйста Не делайте суету Сядьте, пожалуйста Быстрее, быстрее Дух Божий на этом месте Кто молится на иных языках Закрывай глаза и молись со мной Сейчас Я хочу вам сказать, что Бог говорит Что Он принесет атмосферу перемен Будут многие перемены после этого служения Так говорит Господь Я изменю тебя Так говорит Господь Я принесу атмосферу мою В которой ты поменяешься Так говорит Господь Не видел глаз Не слышал уха И не приходило на сердце человеку Что я приготовил любящим меня Так говорит Господь Я привел этих людей Для того, чтобы атмосфера Моей любви Для того, чтобы атмосфера Моих перемен пришла в твою жизнь Так говорит Господь Это новое время для тебя То, что ты не знал То, что ты не видел Я открою тебе Воззови ко мне Я отвечу, говорит Господь Ибо приходит для тебя новое время Как я сказал Израилю Что приходит время Когда я заключу с ним С Израилем Новый завет Так и говорю тебе Что я обновлю завет свой С тобой, говорит Господь Для того, чтобы ты увидел Мои перемены Так говорит Господь Слугам своим И тем, кто поклоняются Ему Я дам тебе силу Которой у тебя не было Потому что ты нуждаешься в этом И Господь говорит Чтобы сейчас Все постыра И все помощники пастыров Лидеры домашних групп Выйдите вперед Мы должны за вас Помолиться срочно Потому что Божья сила На этом месте Быстрее выйдите сюда Сейчас Божья сила На этом месте И вы получите силу благодати Все постыря и помощники пастыров Выйдите сюда Божье помазание здесь Господь говорит Я хочу, чтобы вся церковь молилась за них Субтитры создавал DimaTorzok Так говорит Господь, я дам тебе силу, которой у тебя не было, для того, чтобы ты мог разбираться с теми вещами, которые стоят не только против тебя, но и против твоей церкви. Я поставил тебя сюда, говорит Господь, для того, чтобы ты исполнила мою волю. Я поставил тебя сюда, для того, чтобы ты знала, что я с тобой. И так, говорит Господь, я изливаю свою силу, которой еще не было на тебе. Господь говорит, я и залью на эту церковь настолько большое смирение, что эта церковь восстанет во мне и принесет множество плода. Господь говорит, не бойся и не оборачивайся назад, ибо надо идти вперед. Так, говорит Господь, это время для того, чтобы познавать меня И я изолью дух благодати, умиления И познание славы моей наполнит вначале твое сердце А потом сердца твоей семьи И потом сердца этих членов общины Потому что пришло время благодати Огонь! 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 Господь говорит, много лет ты призывал меня Ты призывал мое имя для того, чтобы я пришел и открылся тебе Так, говорит Господь Потому что ты открыл свое сердце народу моему Я открываю свое сердце тебе Господь говорит, это я дал тебе принцип знать это Для того, чтобы благословлять мой народ И в этом есть великое благословение для тебя Так, говорит Господь Я изливаю дух единства, которого еще не было Для того, чтобы в этом духе единства пришла сила моя И благодать моя наполнит вас Как никогда раньше я высвобождаю силу святого духа на каждого из них я покрываю каждого из них помазанием я говорю благословение во имя иисуса я хочу чтоб все стали на ноги все встаньте на ноги все все встаньте на ноги все кило баралова сын дала ри Алаба сын да сила божья на этом месте сила божья на этом месте больше всего на этом месте больше всего на этом месте аллилуйя я вижу как господь передает вам а сразу как асконки но дат свой огонь с его угол и Я вижу, как вы растете, все лишнее, ненужное, все, что вас тормозит, будет сожжено в этом огне. Я слышу это слово, приходящее с неба, оно говорит ревность, сжигает меня. Это слово, которое Господь обращает к служителям сегодня, ревность, сжигает меня. Я буду говорить семь раз сила, третий раз, когда я скажу, вы почувствуете, что что-то сходит на вас, седьмой раз, когда я скажу вам, эта сила Божья наполнит вас. Откройте свои сердца, примите это, сила, 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 сила Святого Духа. Потому что вы не сможете без силы, вам нужна сила Божья. Вам нужна сила Божья. Вам нужна сила Божья. Примите силу от Бога. Сила у Бога. Однажды сказал Бог, и дважды слышал я это, что сила у Бога. Сила у Бога. Вам нужна сила. И Бог дает вам силу свою. Во имя Иисуса. Мы благословляем вас. Мы почитаем вас. Мы любим вас. Пусть Бог благословит вас. Аминь. Я хочу собрать сейчас пожертвование. Я хочу прочитать то, что читает всегда сестра Инесса. Я хочу соединить вас сегодня через ваши сердца. Господь, успокоить ребенка, который испугался. Деус, я вам нужна сила Божья. Аллилуйя. Благодать. Благодать. Олег, помолись за ребенка. Шидараба, лакатараба, синдалараба. Аллилуйя. Огонь. Ты огонь, брат мой. Шидараба. Потому что всегда после таких проповедей приходит огонь. Я хочу соединить вас через ваши сердца с Израилем. Я хочу соединить вас с Иерусалимом. Я хочу соединить вас с еврейским народом. Потому что еврейский народ – это народ завета. Это народ Божьего закона. Это народ Божьего умножения. Это народ Божьего ведения. Это народ Божьей будущности. И Библия говорит нам в Эзра. Эзра с граматом Библия мусь сака. Первая глава, второй стих. Первая нодађа, второй панц. Так говорит Кир царь Пирсицкий. Та сака Пирсиец Ценич Кирс. Все царства земли дал мне Господь Бог небесный. И он мне павелел построить ему дом в Иерусалиме, что вы удели. Кто есть из вас из всего народа, его добудет Бог его с ним. И пусть он идет в Иерусалим, что вы удели. И строит дом Господа Бога Израилева, того Бога, который в Иерусалиме. А все оставшиеся во всех местах, где бы тот не жил пусть, помогут ему жители места того серебром и золотом и иным имуществом. И скатом с доброходным даянием для дома Божья, что в Иерусалиме. Я хочу сказать, что на иврите слово деньги звучат разными словами. Есть такое слово, как домим. Домим от слова дам. Это плата. Домим это плата. Домим это кровь. Это очень важно, друзья. Это очень важно. Когда мы отдаем свои деньги в определенные места, написано, душа в крови. Мы отдаем свою жизнь. Мы сейм самих себя. Мы сейм паши себе. Через наше пожертвование мы можем соединиться с Божьим благословенным народом. Я скажу, для чего пришел Иисус и излил свою кровь. Вы можете со мной спорить. Но это так. Но когда вы придете на небо, вы поймете, что это так. Иисус пришел, пролил свою кровь. Чтобы простить грехи. И соединить нас с израильским народом, который был в благословении всегда по Божьему слову. И каждый раз, когда мы через свои финансы, через свои молитвы, через то, что мы делаем для Израиля, соединяемся с этим народом, мы подтверждаем то, что сделала Иисус. Которого Библия называет сын Давидов, светлая и утренняя звезда, который является миссией Израиля. Который сказал, я пришел к погибшим овцам дома Израилева. Который сказал, что спасение от Иудеев. Поэтому сегодня я прошу вас открыть свои сердца. Я вам сейчас скажу такую вещь, которая вам не знаю, понравится или нет. Если вы сделаете пожертвование или не сделаете, с нами ничего не произойдет. Мы, как приехали, так и уедем хорошо. Мы уже благодарны вам, что вы открыли свои сердца для слова и все вот это. Но я когда говорю, давайте соберем пожертвование. Я хочу, чтобы вы испытали Бога. Может ли он вас благословить? А он может. И он сказал Аврааму. И он сказал Аврааму. Благословляющих тебя. Теби светошос. Благословляющих народа Божий Израиля. Потому что он от Авраама начался. Бог говорит, что я благословлю. Поэтому сегодня я призываю вас сделать пожертвование. В Иерусалим, в Израиле. Это время, чтобы жертвовать. Мы не можем заплатить Богу. Мы не можем оплатить проповедь. Сколько бы вы не дали денег, Олегу. Это Бог говорит. Мы не можем за это заплатить. Но мы можем быть причастными к тому, что мы слышали, видели. Получить это благословение. Будьте передали там. Педалитесь тая, кое немдалива, тая, кое Деус дарит нам. Благодарим всем тем, кто помогал нам приобрести помещение в Иерусалиме. Продолжайте за нас молиться. Потому что нам нужно продвигаться вперед. И мы будем молиться, чтобы Бог благословил вас. Давайте встанем на свои ноги. Пецелсим, если мы узкая. Давайте сейчас мы, как это, пускаем корзину или нет? Это нет? Это что такое? Хорошо, давайте пускайте корзину. Записки надо молиться, да? Хорошо. Поднимите свои руки, пока вы там. Господь благослови эти записки. Пусть твое благословение придет. Господи, я держу это с твоей церковью, Господи. И пусть с этой коллективной верой придет ответ от тебя. Во имя Ишуа. Поднимите руки к Богу. Пецелите руки к Богу. Поднимите руки к Богу. Ивархеха, Адонай, и Ишмиреха. Я эр, Адонай, и Панавелеха, и Ихунеха. Иса, Адонай, и Панавелеха. Вей асем леха шалом. Бешем Ишуа Машия. Амэн. Я благословляю вас, пускай бог благословит вас. Амэн. Я благословляю вас, я благословляю вас. Амэн. Я благословляю вас, я благословляю вас. Это священное действие. Амэн. 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 М Будем петь, петь, петь С благодарными сердцами Будем петь, петь, петь Вместе с небесами Воспевать хвалу И славить Иисуса Будем петь, петь, петь С благодарными сердцами Будем петь, петь, петь Вместе с небесами Воспевать хвалу И славить Иисуса Будем петь, петь, петь С благодарными сердцами Будем петь, петь, петь Вместе с небесами Воспевать хвалу И славить Иисуса Пасаки, мэс тев дзиадасим Латвия дзиадас виņам Мэс тев дзиадасим Ар pateицīгам Сирби Мэс тев дзиадасим 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 Мы благодарим, что мы можем участвовать в строительстве Божьего Дома в Израиле. Халлелуя! В Иерусалиме! В самом сердце Иерусалима! В самом сердце Божьей страны! Мы участвуем в этом откровении в последних временах. Даже если ты один цент туда бросил, ты участвуешь. Ты участвуешь. Я верю, что Иисус здесь. Ты веришь? Сегодня Иисус был здесь. Он еще есть здесь. Потому что здесь жертва. И Он сам есть жертва. И Он сегодня нас заставил свою совесть почистить. По-настоящему. Подумать. Кому мы следуем. Кому мы следуем великому Богу. Он хочет, чтобы мы были храбрыми. Храбрыми. И любили правду и истину от всего своего сердца. Халлелуя. 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 Прочу со всеми лицемерием и ложью. Пусть наша церковь вознавляться. Христос Гайсма. Во свете Христа. И это есть истина. Там нету лицемерия. Я благодарен Богу за это служение. Воздай Богу славу. Пусть Богу растает этих мужей. Пусть они не устанут. И пусть они не устают в таких церквах, как наши, где не так тепло. Уже жарко. Мы танцуем нам жарко. Халлелуя. Истеп сауз рукас. Простри свои руки. Светом, что израил вирус. Будем благословлять этих мужей израильских. Светом, что израильских. Благослови. Все вместе. Отец. Спасибо тебе. Как ты израдишь. Как ты узрадишь. Что ты. У ты израдишь. Ты избираешь свои сасуды. Для своей славы. Мы благодарим, отец. Пусть света земи сраукьем. За сасуды и святой земли. Спасибо тебе за твои сасуды. Пусть ты наполняешь своем светом. Кас ты спид. Которые светят. Цауртием. Через них. И пусть это умножается. Ваиме Иисуса. Кунгс, тая святая святая. Кунгс, тая святая. Кунгс, это благословение, которую ты даешь. Виным. Пусть распространится. Пусть разпространится. Пусть твоя святая. Ты ставишь над большим. Кунгс, лейк с парбудем, эйот. Пусть через проходя проверки. Они статут сильными закалами. Твоей силе. Ваиме Иисуса. Лейк Таву годы. Павад. Лейк Таву сварку. Лейк Таву сварку. Ар зимеем. Счутни сами знаменем. Ваиме Иисуса. Аминь. 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 Я хочу от всех нас. Такие небольшие сладости подарить их семьям. Пусть они могут отвести свою прекрасную страну. я скажу, готовься ехать в Израиль. Потому что ты в Иерусалиме строишь дом молитвы для всех народов. У тебя там будет место. Это будет тебе, дорогой, дом молитвы. Потому что ты сел туда. Это все будет развиваться, и ты сможешь приехать в Иерусалим. Не в экскурсию. Ты проживаешь в Иерусалиме, и ты приходишь в Иерусалиме. Ты проживаешь в Иерусалиме с Господу. У тебя будет место молитвы. Ты приготовишь это сейчас. Аминь. Я хочу подарить сладости немного. Они смогут семью из-за чая. И рассказать, как было здесь. Как в холодной церкви они горячо проповедовали. Я хочу подарить откровение нашему пастору Алексея. Дивиди. Дивиди. Что называется штирсц. Называется скини. Дериба штирсц. Нет. Кавчег завета. Это будет возможность видеть в нашем кинотеатре на пасху так же. Мы уже можем сказать рекламу, что в этом году будет особенная пасха. В первую очередь будет кино. В первую очередь будет кино. Дериба штирсц, когда мы отгрежем. Кавчега завета, которая возвращается. И потом будет музыкал. Новая началь. Яна с дивиза сакл. Клубки. Северная новая жизнь. Северная новая жизнь. Суботу. 26. марта. Рекламная пауза закончилась. Я думаю, что это будет точнее. Что это мы говорим до того, как мы поздравляем их. Светим сенью Дименем, вернем. Пусть будет благословение. Бог хранит вас и пусть благословение будет вам и вашим семьям. Если кто-то получил исцеление, придешь воскресенье в церковь про слава Бога. Это очень важно. Если кто-то получил исцеление, придешь воскресенье в церковь и прослать Бога. Вообще-то она с армией, ты у нас в Латвии, она стала сарой рядом с этим служением, и она также такой мост сюда, и она точка соприкосновения, которая ведет парней сюда. Будьте благословены, выходя и заходя и в городе, и на поле. И еще хочу, и еще Айгар, что ты скажешь? Камер, нам изклидуша. Пока они разошлись. Кас отцарался тэлти весарой, которая была милостива с бальс. Кто помнит, это палатку, где там была голос любви. У тэлти, которые они передают, это миссионер Юрий Адас. И миссионер Юрий Адас. Накам сездини. Следующую суботу. Синагога сила 9. Улица синагога 9. Трис пекаренос, семинарс. Трис, три подхода будет семинар. Про ветискакалпошану, гарникас даванас. Про ротискакай служение. Если ты знаешь, что это твоя призвание, я приглашаю тебя. Если ты не знаешь, я могу сказать, что это твердая пища. Та и калбошанс, мацы. Это учение. Песня лейбня, айценат. 2011, 14 и 17. 13. февраля. Амэн. 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 Благодарим всех, кто были вместе с нами. Мы стараемся быть вместе, так как мы будем вместе на небе. Месте познакомиться, прославить Бога. Видеть рядом. Потому что у нас есть Евангелие царство. Мы идем на царство, мы строим царство. Приятного вечера всем. Амэн. 華っていう sake Амэн. 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 Он энэ. Амэн. 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 Эмэн. Тэй-лэ уээ. Анэ. Уэ. Як soutан. Тэй-лээ. Ты Ladies Gal. Уэ. Петр Будлен. Да. Уэ. Этэй-лээ. Продолжение следует...